Александр, давайте знакомиться. Здравствуйте. Я пришёл на эту передачу, встретив свою будущую супругу. И в этом мне сегодня помогут мои друзья Александр и Алексей. Александр, 26 лет. Влюбился в девушку по фотографии, познакомился с ней и готов был жениться. Но возлюбленные семейные отношения были неинтересны, и они расстались. Александр военный в звании старшего прапорщика, мастер спорта по триатлону и спортивный тренер по современному пятиборью. Имеет музыкальное образование, мечтает создать семью, для которой он сможет обеспечить благоприятные условия жизни. Александру не нравится, когда девушка сначала отказывается от еды, а потом ест из его тарелки. Женится на искренней девушке, которая готова стать ему женой и матерью его будущих детей. Здорово, братишки. Здравствуйте. Ой, один крашу другого. Ну, не часто к нам такие соколики залетают, правда. Спасибо. 26 лет. Молодой, красивый, военный спортсмен. Трудно будет сегодня, трудно. Девчонки будут разрывать. Даже вообще штука непростая. Да не говори. Главное, заметил, чем она заканчивается. Да. Ну что, солдат. Тебе попался, Сашка. Спать не будет, давайте. Ротоподъем полшестого. Ну, Александр, скажите мне, мой дорогой, у вас уже был опыт проживания, да, совместного с девушкой? Да, естественно. Ну, встречались полтора года, познакомились в интернете, можно так сказать. Просто это была сокурсница моей сестры. Вот, соответственно, у меня не было больших трудностей. Ну, вы ее на фотографии сначала увидели? Конечно, естественно. Вот. Мне очень понравилась девушка, я спросил у своей сестренки, что она из себя представляет. Так как моя сестра знает, как я отношусь к вредным привычкам, она сразу сказала, что вредных привычек у нее нет. Вот. А какие вредные привычки у молодой девушки? Вредные привычки, ну, как часто в наше время бывает, это спиртные напитки и сигареты, естественно. Я это не приемлю у девушки, поэтому для меня это очень важно. Ну, военное, что вы хотите? Да, выдержка. Угу, чувствуется. Рядом с ним прям хочется выпрямиться сразу. Все было здорово, мы смотрели в одну сторону, у нас были одинаковые взгляды, и мы понимали друг друга с полуслова. Единственное, она очень сильно переживала, как пройдет знакомство с ее родителями. А зачем это она уже знакомилась с родителями? Нет, не сразу, она переживала через определенный период, соответственно. А чего же она боялась, такой приличный молодой человек? А если молодая? Молодая. Потому что вы ей на какой день сделали предложение? Это было через полгода. Вы ее, наверное, напугали напором своим. Возможно, да. Я сам на тот момент, в принципе, это у меня были единственные такие отношения серьезные. И у меня не было... Ну, накрылась головой, конечно. Молодой, горячий. Я был готов, то есть девушка меня полностью... А сколько ей было лет? Ей было 19. Милый мой, ну она ни образование еще не успела получить, ни жизни не повидает. Согласен. Родители, наверное, были против. Согласен. Нет, родители не были против... Не против вас, а против вот такой скорой свадьбы. Они мне дали согласия. Вот она этого и боялась, что она вас приведет в дом, а вы сразу просите руки и сердца. Она-то просто представить вас хотела, как друга. Представила она, конечно, пораньше, но тем не менее... Ну, хорошо, Александр, кроме того, что она вот так испугалась такого натиска, наверное, еще что-то у вас, да? Да, у нас в итоге так получилось из-за моего этого напора, так как я сам человек по себе достаточно резкий. И это такой минус, что многие просто не знают, что от меня ждать в какой-то момент. Но все-таки она из себя выдавила, да. Она выдавила, потому что, зная мой характер, если бы она сказала нет, то, соответственно, я бы просто встал и пошел. А если давай подождем? Не сейчас. Этого не было. Человек резкий, видишь? Он очень резкий, не даст мне слова даже сказать. Я сомневаюсь, что будет такой мужчина, который не даст сказать тебе слова. Извините, пожалуйста, Александр, за такой нескромный вопрос. Согласие выйти замуж и согласие лечь в одну постель, или это было одно и то уже на тот момент? Нет. Не зависело ли это так вот? Абсолютно нет. Когда женишься, тогда и типа... Нет. А простите... То есть все было? Все было, конечно. А, ну то есть тогда... До свадьбы? До свадьбы, конечно, естественно. То есть, понимаете... Тогда одно только. Не хотел и рано замуж. Вот. Да. Ну, возможно, я напугал девушку, тем самым за их оплатился. Ну, хорошо быть сам, конечно. И вот после того, как она все-таки, да, из себя выдавила, что там было? У нас продолжались отношения. Все было хорошо. Но был такой период в наших отношениях, она начинала взрослеть. И она стала меняться немного в характере. Нет, вот смотрите, дорогой мой, вы все-таки уходили на службу, правильно? И она оставалась одна. Да. И что молодой девчонке делать? Конечно, она и по ночным клубам ходила, и с подружками встречалась. Как вы к этому относились? Достаточно спокойно я к этому относился в некоторые периоды. Почему? Потому что я прекрасно понимал, меня рядом нету. И свободу в отношениях все равно нужно немного давать, чтобы она чувствовала какой-то комфорт. Ну, знаете, когда вы там с оружием храняете родину, а она в это время зажигает под текилочку-то в ночном клубе, тоже вам не очень любит служиться. Но она же все-таки, я был уверен в том, что она без этой привычки, без текилы. Хорошо, но когда узнали, что у нее эта привычка есть позажигать, вас стало это раздражать, нет? Ну, не то, чтобы как бы раздражать. Мы с ней просто поговорили. Я не любитель каких-то скандалов. Ну, на чем расстались? А? На чем расстались-то? Расстались на достаточно хорошей ноте. Мы сели, просто пообщались и поняли, что наши взгляды стали расходиться. Не-не, он, короче, контролер ее давит-давит-давит, чтобы она сидела дома и вот только для него было. Думаешь, давить будем? Да нет, наоборот. Он же говорит, что он дает свободу. Он сказал, немножко свободы. Он вот, немножко свободы. Александр, и вам 26 лет, самый возраст жениться. И вы уже знаете, на ком жениться хотите, потому что опыт есть. Попишите. Знаете, хотелось бы приходить домой, чтобы эта девушка, будущая супруга, уважала по-настоящему мужчину. А вас за что уважать? Меня? Ну, как сказать? Ну, то, что я человек, наверное. И не то, что я с большой буквы человек. То есть она должна любить человечество. А почему вы себя так принижаете? А я считаю, что вы военный, в звании старшего прапорщика, вам всего 26 лет, вы без дурных привычек, вы спортсмен. А почему это? У вас есть за что уважать? Ну, вы знаете, я, в принципе, такой человек, не привык ставить себя выше кого-либо. А что вы вкладываете тогда в понятие уважения? Просто цените себя и все. Почему выше другого? Просто цените себя, относитесь к себе с уважением. Ну, так какая должна быть девушка? Чтобы голова у нее не болела. Понимаете? Чтобы у нее голова не болела? В смысле, все время гражданский супружеский долг выполняет. Ну, это понятно, да. Это всем мужчинам, в принципе, нужно. А что, болел, что ли? Ну, так военный человек. Да, голова, чтобы не болела. Слушайте, он понравился моему отчиму. Однозначно. Слушай, ну, тебя же как раз, он военный тоже. Они найдут общий язык по-любому. Я такой человек, я люблю, когда есть уют. Когда девушка аккуратная. То есть, не было каких-то либо недопониманий у нас с ней. И всегда в очаге было тепло. Чтобы у нее не было тараканов. Ведь вы это имели в виду, когда сказали, что у нее не болела голова. Да, не то, что ты... А что это, а детей как они делать будут? С тараканами в голове? Как раз вот в этом деле. А как вы видите дальше свою жизнь? Она должна быть с вами по гарнизонам? Или вы уже оседлым проживитесь? В любом случае, моя жизнь будет идти тем путем, как будет развиваться моя семейная жизнь. Я не ставлю на первое место свою карьеру. В первую очередь... А что же тогда обеспечивать будете? В первую очередь, нет. Это само собой, обеспечивать я... А вы разве не зависите, куда вас труба позовет? Нет. Нет? У меня есть такая возможность. Правда? Да. Что-то, я не понимаю, развиваю. Служба в контракт не предполагает, что ты должен... Да. Ну, ты можешь продлить контракт, а можешь. Вот, закончилась-ка, и все. Ну, как я понимаю. А если вот у вас невеста будет богаче, чем вы? Ну, что ж теперь... Это будет достоинство, кстати, или недостаток? Вы знаете, я отношусь спокойно к материальным ценностям. Достаточно. Я богаче или она богаче. Главное, наше отношение друг к другу. Некоторые мужчины, кстати, очень-очень к этому негативно относятся. К чему? Ну, к тому, когда жена богаче. Мне кажется, 50% развод. Вы знаете, у меня есть друзья взрослые, у которых дочери на выданье. Они очень состоятельные, более чем. И они известные люди, и я от многих слышала такое. Я согласен открыть зятю бизнес. Если это будет хороший мальчик с хорошей семьей, мне все равно, сколько у него денег. Главное, чтобы он не был лентяем, чтобы он не пил, чтобы не было наркотиков. Чтобы дочь любил. Чтобы он любил дочь, это само собой, в первую очередь. Я его всему научу, я его сориентирую в мир, в виду, с людьми с нужными познакомыми. Очень многие сегодня так рассуждают. Понимаете, которые заработали для дочек. Им же тоже нужно куда-то это все. Я, например, не вижу в этом никакого подкола. Почему нет? Вы же не виноваты, что вы родились в определенной семье. Вы не можете перепрыгнуть выше своей головы. Но если будет хорошая девочка, главное не разбазарить то, что отец ее заработал. Поэтому... Мне кажется, мы зря уговариваем Александра брать состоятельную невесту. Очень состоятельной невесты у него не будет. Могу сказать, гороскопически. Ну и тоже хорошо. Ну, мне кажется, он не расстроился совершенно. Нет, поэтому да. Хорошо, парни, вы что-то хотели дополнить? Ну, Саша немного поскромничал. На самом деле, ему предоставляется жилье, как военному. А, то есть у него есть, да? А где? Конечно. В Пинзе? Нет, почему? В Московской области. Предоставляется жилье, и когда у него будет супруга, им, соответственно, квартиру предоставят. Если будут дети, то и больше, соответственно, мощь на каждого человека. Главное, чтобы она согласилась на Подмосковье. Конечно. Он какой-то вот на фоне них даже слишком серьезный. Он жених, ему положено, он хочет показать, какой он взрослый. Огонек в глазах есть какой-то, огонек такой скрытый. Огонек не показал. Огонек есть. Ну, в вашем случае, вы военный, значит, вам нужна девушка, ну, как анкопулеметчица. Такая, чтобы патроны подносила, лечила вас, ну, и чтобы землянку откопала, если что. О, ты у нас анкопулеметчица. Мне кажется, у тебя образ анкопулеметчица. Он будет строить, он будет строить. Мне кажется, у тебя такой образ. У вас будет военные действия увлекательные. Ну, при этом красивая анкопулеметчица, кстати, красивая была. Такую вот прямо активную в жизни. Все равно с вами тяжело. Совсем тяжело. А дома уж мама подскажет. Чтобы такая душевненькая была. Рогами вас завоевала. Мне хочется, чтобы вы встретили девушку ко всему приученную. Знаете, есть такие неумихи, у которых руки растут ниоткуда. Но она, а я слепительно красивая. И они устраивают свою жизнь. И мужья, в конце концов, мирятся с этим. И сами убирают, стирают, готовят детей, кормят. А вам нужна девушка милая, которая будет приспособлена ко многому. И чтобы она не выставляла это как геройство. Ах, родила, памятник ей ставьте. Приготовила борщ, памятник ставьте. Чтобы она вам была ровней. Чтобы она была приятной и для ваших друзей, и для ваших родителей. И чтобы она не была для вас раздражителем. Потому что как только она начнет вас в чем-то тяготить, боюсь, что вы своими вот такими голубыми глазками блыз-блыз по сторонам. Чтобы такая была, знаете, и кулачком могла пристукнуть, и по карманам по вашим пошариться, и ничего в этом такого страшного не будет. И в телефон вовремя заглянуть, чтобы вы там не... В общем, такая, чтобы и строжила, и чтобы была подружка, и чтобы была хозяюшкой. Спасибо. Но очень вы на моего двоюродного брата похожи. До сих пор не женятся. Да ладно, сейчас по женям. Нет, все-таки здесь все не... Все возможное. Здесь такая история не совсем пропащая уж, Лариса. Вы натура метущаяся, достаточно тревожная, мнительная иногда. Многое можете себе нафантазировать. Не всегда так решительной, как хотите показать. Сомневаетесь много. И поэтому вам, женщина, нужна однозначная, такая, как ваша Венера в тельце. Та, которая будет и хозяйственной, и очень понятна, чтобы вы от нее ни закидонов, ни сюрпризов никаких не ожидали. Она должна быть правда, вам достаточно понятной и достаточно простой. Почему, говорит, ты очень точно описала образ, на мой взгляд. В ней должна быть энергия и сила жизни. Вот она должна с оптимизмом смотреть в будущее, и мне кажется, что именно это вас может спасти от ваших собственных сомнений каких-то. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Кетчуп Махеев приготовлен из сочных томатов, молодого лука и свежих трав, чтобы мои домашние лакомились их любимым шашлыком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Александр. Встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла с подругой Ириной и другом Александром. Очень приятно. Давайте узнаем вас получше. Алиса. 25 лет. Работала технологом на медовом предприятии. Сейчас персональный фитнес-тренер. Любит путешествовать, читать классическую литературу, слушать Бетховена и печь пироги. Мечтает о счастливой семье. Возлюбленный Алиса уехал в командировку и не вернулся. Она долго страдала и пыталась понять, что произошло, а оказалось, что он женился. Надеется, что Александр не способен на такое предательство. Земляки, а вы никогда не пересекались нигде случайно? Нет, нет. Ребята, а если бы вы встретились на каком-нибудь мероприятии, вы бы обратили друг на друга внимание? Возможно. Я думаю, да. Да? Да. Не, ну было бы здорово. То есть я бы в любом случае заметил ее. Не потому, что, как бы, где-то взгляды какие-то пересеклись достойно, а девушка хорошо выглядит. Нет, ну... Ты у нас с Сашкой помоложе, с московской тропиской, с квартиркой. Зато они бегать в трамм вместе могут, с детьми еще. Алис, ваш молодой человек уехал в командировку и не вернулся. Миллион таких историй. И девушки заламывают руки и задают тебе вопрос, что я сделала не так. Я задавала себе вопрос, что я сделала не так. Но, как оказалось, дело было не во мне. Я думаю, у него отношения еще начались до меня. Вот смотрите как. Вы с ним встретились, и буквально через пару недель вы уже переехали в его дом, в его квартиру, да? Чуть больше времени прошло. Ну, месяц. Месяц, да. Послушайте, что-то должно такое быть между вами, чтобы согласиться переехать, а с его стороны пригласить девушку к себе жить – это шаг? Это шаг. Нам было очень комфортно вдвоем. И однажды вдруг он уезжает в командировку. Сколько времени прошло с того момента, как вы у него поселились? Два месяца. И вот просто было ни сучка, ни задоринки. Вот все было шикарно. Да, да, все было прекрасно. Он был заботливый обо мне. И ни звонка, ни привета, ни ответа вы до него тоже дозвониться не можете. Да. А что, вне зоны или что? Вне зоны доступа обо мне. Угу. А вы не знакомы с его родителями? С родителями он не знакомил. Я пыталась обратиться к его друзьям. Они очень пространно отвечали на вопросы. То есть конкретного ответа я не услышала. Ну, интуиция что-то подсказывала? Интуиция подсказала мне, как и было на самом деле, что у него была женщина до меня. То есть интуиция была не о том, что по моргам звонить нужно, да? Нет. Ну, раз вы не звонили, раз друзья двусмысленно отвечали. Значит, у нее нет женской мудрости удержать мужчину рядом с собой. Но у нее ничего нет, посмотрите. У нее хорошее, наверное, накачанное тело, опять же, поскольку она фитнес-тренер. А, Лисочка, а почему вдруг тогда он вас пригласил себе жить, как вы думаете? Вы заиграла ретевое, вот так вот искра, да, и думал, что... Да, я думаю, что просто искра между нами была, и я ему понравилась как женщина, соответственно, может быть, чувства какие-то возникли. Как узнали, что он женился? Из соцсетей, в интернете. Я увидела свадебные фотографии, другую женщину, свадебное платье, пышная свадьба и так далее. Ужас, правда? Ужас, правда, был тогда, да. Мне было очень плохо, да. До 25 замуж не вышло, мужики от нее бегут. В другие города, в другие страны, улетают, на пароходах. Может, он в плащ выплывал от нее через море, лишь бы не с ней. И вот он не появлялся, не появлялся, и года два прошло, да, когда вдруг он... Да, около двух лет прошло, он позвонил мне, я услышала голос знакомый до боли. Конечно, вы мало того, вы ждали этого звонка, вы фантазировали все это время, что вы ему скажете. Да. И тогда уже был такой момент, когда я переболела, и я забыла его. И я сказала, извините, молодой человек, вы ошиблись с номером, и положила трубку. Ой, как красиво, так киношно. Нет, ну что киношно, что было ему сказать? Мерзавец, где-то шлялся 20 года. А вот вы признаете, что вы можете простить измену? Это как? Измены бывают разные. Да? Да. Если мужчина из-за своей физиологии обратил внимание на другую женщину... Ну, по пьянке типа. Да, например, по пьянке. Ничего страшного. Я не могу простить измену. Никогда бы не простила. Честное слово. Алиса, это в 50 лет женщина может так рассуждать, проживя с мужем 30 лет. Но молодая девочка... Нет, а вы просто задаете такую программу себе. Значит, мужчина, который будет с вами, он будет знать, что у него есть вот такая лазейка, что я всегда могу искать. Это была всего лишь физиология. Мне никогда не изменяли. Правда? А как вы можете в голову... Вот я, например, не могу себе это. Я просто убью сразу. Притом обоих. Так этот же вам изменил, получается? Получается, да. Если брать до этого случай. А вы способны на измену? Нет. То есть вы сейчас продолжаете думать, что если вам изменят, вы простите? Я буду рассматривать ситуацию конкретную. Я не могу... Зачем вам? Зачем вы себе сейчас заморачиваете голову? А вы скажете нет. Это как ребенку. Понимаете, нельзя ребенку давать два варианта решения задачи. Вы говорите, вот пальцы в розетку нельзя. Однозначно убьет. Понимаете? Наркотики нельзя. Так и вы. Мужу можете сказать, со мной так нельзя. Мне изменять нельзя. А там уже по ситуации, знаете, сами разберетесь. Мне кажется, это само собой подразумевающийся факт, что женщине своей изменять не стоит. Вот как мне кажется. Не стоит, опять же. Да нельзя. Не стоит, а нельзя. Нельзя. Скажите, нравится Александр? Да, нравится. Ну, еще бы не нравился. Волевой мужчина. Я думаю, спортсмен, так же, как и я. А вы же не любите кубики-то. У нас там есть кубики. Я люблю, чтобы мужчина следил за собой. У него осмысленные кубики, приобретенные на службе, правильно? А не методом потения в тренажерном зале. Для меня важен прежде всего интеллект, естественно. А вот с вашим интеллектом. У вас два высших образования. Да. А вы сейчас работаете тренером в ШУЗАМ. Дело в том, что у меня была мечта детства стать тренером. И сейчас я реализовала ее. А с медом как? С медом это как раз по первому образованию. На медовом предприятии я работала технологом, контролировала качество продукции. Ну, молодые люди ищут себя. Вы работали технологом, сейчас работаете персональным тренером. Ну, конечно, на медовом предприятии работала, работала, работала. А потом надо, да, попередиться к инструкторам. Как вы считаете, ваши требования к мужчинам от требований других девушек насколько сильно отличаются? Я думаю, что несколько отличаются требования. Так как я работаю тренером, да, естественно, для меня важно, чтобы мужчина следил за собой. Это во-первых. Во-вторых, чтобы он был щедрым, заботливым. Ой, прощедрым. А сколько давать вам? И вообще, как щедрость должна у вас? Как его щедрость должна выражаться? Может, там колечки? Щедрость проявляется в подарках, да. А вы любите подарки, да? Люблю подарки. А самый дорогой подарок какой вы получили? Серьги. Золотые. Бриллиантовые. Я не знаю, мне кажется, она как бы такая же, ну такая расчетливая, ну похожа на него, но обычно таким скучно вместе, наверное, будет. Они будут сидеть вместе и заниматься спортом. Алисочка, у вас есть какой-то сюрприз, я знаю, для жениха? Да, у меня есть сюрприз для жениха. Я бы хотела станцевать бразильский танец капуэра. Он является олицетворением энергичности, чувственности и грации. Предварительно я бы хотела вас всех угостить итальянским десертом, который называется панакотта. Его я сделала сама. Попробуй и насладись. А сейчас мне поможет мой друг Александр. Лучше бутерброд с колбасой. Панакотта тоже неплохо. А что это такое панакотта? Это молоко с желе. Оно диетическое? Да, диетическое. Это молоко, на основе молока. Ладно. Уговорились. Это панакот, ему большая. Очень вкусно, очень вкусно. Я надеюсь, там будет так же сладко, как мне сейчас. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо вам большое. Правда, здорово все было, здорово. Проходите к себе. Аплодисменты. Алиска молодец, просто круто. Ну, а меня? Хорошая девчонка. Как вам? Хорошая, но, по-моему, Александру не нужна спортсменка. Почему? Ну, не знаю, у него до этого были девушки, спортсменок не было, в общем. Значит, будет. То есть он какой-то похожий на свою бывшую, что ли, ищет? Не знаю, это вот мне не нравится. Зачем? Это не вообще, да. Хорошо, если он ищет, похоже на свою бывшую. Хорошая девочка, прямо вот Анка, вот прям-то Анка. Но, тем не менее, правда, во все времена мужчина выбирал женщину по своему сексуальному типу. Еще там начинают Наполеоны, Жозефины и дальше, и до них за 30 лет. Она примитивная. Я могу сказать, что она любит в мужчине не только спортивность, которую она обозначила, но еще и, чтобы он был некоторым темнелой. Потому что у нее управитель седьмого дома находится в знаке рака. Она любит, чтобы он был таким странноватым, сложным. Я думаю, что в том мужчине ее подкупила вот такая какая-то неоднозначность, неповерхностность. Она пыталась в этом что-то еще найти. Вот он и оказался, к сожалению, темнилой. Мне кажется, что в вашем случае вот эту такую нечестность или флор неправды мужской может заменить вашу неоднозначность, действительно, вашу некоторую депрессивность, ваше умение уходить в себя. В общем, она вполне может найти у вас то, что ищет. Да, он такой немножко угрюмый по себе. Он же живой? Да. Не угрюмый, серьезно. Ну, то есть это уже не всегда мегапозитивное. Да. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. Кетчуп Махеев. Я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Александр. Встречайте вторую невесту. Удачи. Девушка, внимание. Солидно выглядит так. Да, очень. Молодец. Мне нравится. Здравствуйте, Александра. С кем вы? Я с моими двумя друзьями. Это Кирилл и Дмитрий. Здравствуйте. Давай снова посмотрим. Александра. 22 года. Работает ассистентом в отделе маркетинга по производству мороженого. Занимается конным спортом, путешествует, ходит в театр и караоке-клубы. Мечтает найти своего единственного принца. Отдыхая на Кипре, Александра влюбилась в местного бармена и решила остаться у него жить. Но через месяц поняла, что он не герой ее романа и вернулась в Москву. Надеется, что Александр достойный мужчина. Александра и Александр. Она Александра тоже? Саша и Саша? Александра, как вас угоразило влюбиться в чужой стране, в иностранца? Родители с ума не сошли? Родители, да, сходили с ума. Просто очень негодовали. Вы поехали на Кипр с кем отдыхать? С подругой. С подругой. Но он не был киприотом, да, бармен? Нет, он был из Литвы. Он туда приезжал работать. Мне кажется, она немного легкомысленная. Какой-то роман с барменом, такая большая татуировка на спине. Я думаю, она сама не знает, чего хочет. У нее нет определенной цели. Ну, мне кажется, это просто вот сама атмосфера, это солнце. Он совершенно не такой, как бы, у него совершенно другие взгляды на жизнь. То есть не как вот у нас, ну, в Москве. А вы напоминаете девушку из Прибалтики. Я вполне допускаю, что он мог увидеть кого-то, кто похож на... Какие-то у нее такие? Да, родное. Да, что родное. А взгляды какие, которые отличаются от наших? Ну, хотя бы один. Ну, я не знаю, он вот как-то, вот он прям жил как-то минуты, что ли. Вот он был такой, как-то немножко безбашенный, может. Вот ей тоже нравится безбашенность. Да, да, да. В этом мальчике она не найдет. Вот послушайте, у вас в общей сложности меньше недели до вашего отъезда. Ну, да. И вы за эту неделю успели влюбиться с ним, договориться, что будете жить вместе. Он вас как-то пригласил. Ну, да, там как-то все это, не знаю, просто происходит, знаете, просто вот... Мы прям виделись каждый день вот после пятого дня знакомства, вот он прям вот меня... Конечно, а когда-то после пляжа купальник быстро снимается. А работал он хоть? Да, он продолжал работать. А то есть он работал, а вы стояли рядом с барами? Он работал. Нет, я сначала с ним тоже ходила, потому что он работал в баре. А потом я начала... Ну, мне все тоже надоело, потому что каждый день вот эти вот громкая музыка, это все очень быстро надоедало. И я начала оставаться дома, ждать... У него? Он приходил под утро, засыпал, отсыпался и уходил снова на работу. Да. Да? На работе вокруг много девушек, мне это начинало выводить. Ну, вы же знали, с кем. Ну, вот... Родители, наверное, названивали, говорили, Саша, возвращайся тебе учиться. Ну, да, они названивали, конечно, просто. Но я же уже была там, что можно сделать. Я никогда не понимала девушек, которые вот так вот могут с родителями поступить. Все, бросить и уехать. Все, бросить и уехать, да. Вернулись и на этом же не закончилось. Он звонил вам? Нет, он не звонил, но я прям порывалась два раза уже уехать. Прям вообще уже почти брала билет. Ну, если он вам не звонил, значит, вы понимали, что там другая девушка живет уже, наверное. Ну, да, ну, не знаю, мне хотелось верить, что я была вот такой одной единственной. Родители не отпустили? Не, ну, просто как-то, не знаю, может быть, разум взял надо мной вверх, что нужно как бы все-таки остаться дома, закончить институт. Закончили? Да, я закончила. Вы москвичка? Да. Александра, не попадайте в такие ситуации. Может закончиться все не очень хорошо. Тем более с эфиристами, тем более за границей, на юге. И все эти южные романы, ну, как держите себя в руках, хорошо? Если несколько дней, знаете, парни, просто опасно, опасно. Люди не возвращаются, хорошо? Ну, мне ее образ бланилки очень даже нравится, симпатичный. Она такая прям, да, я такая, вот такая, сякая. Да, ну, мне кажется, этому мальчику нужен кто-то с интеллектом. А почему вы хотите в Америке жить? Ну, мне очень нравится эта страна, там очень много бывало. Интересно, в Америку она хочет ехать? Да, мне кажется, он же военный, он патриот. Вы что, учиться туда ездили? Нет, у меня там есть родственники, мы как бы к ним в гости ездим на праздники, там, в частности. Послушайте, наша невеста очень ценится в Америке и бывшими соотечественниками, и американцами. В чем вопрос? Только родственникам дайте задание, завтра же там появятся и Яша, и Гриша. Нет, ну, чтобы он там был русский, как бы, русский в Америке. Вы хотите американского американца, индейского американца, кого хотите, литовского, азербайджанского, там сколько угодно. Ну, иностранцы, я как бы по-любому не хочу, потому что всегда язык, это будет большая преграда, мы не до конца будем понимать друг друга. А вы знаете английский-то? Да, я знаю английский. А наших сколько там? Ну, о чем вы говорите? Ну, то есть стоит задача все-таки сначала выйти замуж за нашего, потом эмигрировать? Стоит задача выйти замуж за того, кто вот мне понравится. И уехать в Америку. Ну, если он меня поддержит, если так, у нас будут возможно... Но Александром это невозможно, потому что он защищает Родину. Я не могу вот так взять сорваться, все бросить и поехать туда жить с ней. Ну, естественно. Конечно, но это недопустимо. Пусть это даже иностранцев оставит нам, не трогает. Так, Александр оставит. Ну, в принципе, иностранцы нравятся, вот. То есть ездят и выгодят. Александра, дорогая моя, вы придумали какой-то сюрприз для жениха. Да, я хотела бы подарить небольшой подарок. Можешь? Это голубой гортензии. Я хотела бы этим продемонстрировать, чтобы ты увидела, насколько прекрасно нечто общее между нами. Потому что у имени Александра и Александра общий символ – это голубой цвет и цветок гортензии. Не, ну хотя, подарить мужчине цветы – это, наверное… Это неоригинально, поверь мне. Ты знаешь, это неоригинально, но зато этот цветок теперь будет у него дома стоять и напоминать ему о ней. Здорово, это здорово. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Молодец. Я прекрасна. Здорово, Саша. Я думаю, ты лучшая. Победа за нами. Парни, а вам-то как невесты. Мне понравилось. Красавица. Хорошая. А вам? Мне кажется, она немного не готова к военной жизни. Она немножко не понимает, что там не будет ни Кипра, ни такого вот отдыха экстремального. Будет все немножко посерьезнее. Ну, конечно, не готова. А кто готов к военной жизни? А девочка, как она может быть готова к военной жизни? Вам-то понравилось, Саша? Девушка симпатична. Мне… Это единственное, что мне понравилось, к сожалению. Почему? Потому что ее черта характера, влюбленность именно, как она быстро может влюбиться и как быстро разойтись. Она еще совершенно не знает, что ей нужно. Ну, мне так показалось. Я не говорю, что это так. Но мне так показалось. Это такое ощущение. На первый взгляд. Я не знаю. Потому что, как он сейчас сказал, считает меня, как я понимаю, такой пустышкой, что ли. Ну, да. Это такая… В ней есть только внешность. Нам такие не нужны. Это значит, что, если он выйдет… Это означает только одно, что он не разбирается в людях. Я не заметила ее взросления. Мне не показалось, что если завтра случится такая же история, она ее не повторит. Не пуганная. Слава Богу, что все так хорошо закончилось. Могло еще раз повторять, что закончится все плохо. Поэтому, родители, дорогие, ну, как предупреждать своих детей? Ну, рассказывайте им, что, в общем-то, в мире все бывает и по-другому. Ну, да, мне нужен, наверное, постарший. Который такой не будет, как бы. Постарший тебе, может, не нужен. Мне нужен человек, более уверенный в себе. Да. Чтобы хотя бы у вас был хоть один общий интерес. Хорошая девчонка, еще раз говорю, пусть подрастет. И абсолютно внешний ваш образ. Вот если сейчас девушки у экранов телевизоров хотят понять, какой нужно быть, чтобы вам понравиться, вот можно посмотреть на Александру. Комплекция, стать, поведение, движение в пространстве, можно так сказать. Да, история, несовместимая, может быть, с вашим представлением о жизни. Не было того темперамента, который вы бы хотели увидеть. Темперамент, имею в виду, не столько активности, сколько вот стиля общения. Но поведение, еще раз повторюсь, стать и плавность, вот буквально то, что нужно. У Александры в жизни ей нужно запомнить, всегда друзья будут играть не самую замечательную роль в отношениях. Это может быть ситуация, когда ты сначала познакомилась, дружила, дружила с мужчиной, потом он стал любимым и вышла некрасивая история. Это может быть ситуация, когда подругу увела мужа. Ей нужно друзей, отличной жизни держать подальше. Я бы на ее месте приходила с тетей, мамой, дядей на программу и так далее. Впереди у нас третья невеста. И, возможно, выбор своей судьбы. Оставайтесь с нами. Многое может вызвать аллергию. Фрукты, цветы, пыль и даже такие любимцы, как ты. При аллергии вам может помочь кларитин. Кларитин. Яркая жизнь без аллергии. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Александра встретиться. Встретите, невеста, проходите. Здравствуйте. С кем вы? С моими подругами Оксаной и Татьяной. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Дарья, 23 года. Будущая журналистка. Подрабатывает няней и официанткой. Увлекается искусством, путешествует по старым русским городам и поет фольклорные песни. Мечтает написать книгу. Со своим возлюбленным у Дарьи были серьезные планы на будущее. А когда стали жить вместе, его отношение к ней резко изменилось. Не смогла терпеть его постоянные упреки, собрала вещи и ушла. Надеется, что Александру можно доверять. Дашенька, вам сейчас всего 23 года. А что вам не гулялось, не жилось? Почему сразу замуж-то? Ну, я воспитана немножко по-другому. То есть я выросла в такой семье, где очень уважают семейные ценности. И я всегда смотрела... Масличка? Да. Я всегда смотрела на бабушку с дедушкой и мечтала, что у нас будет так же с моим будущим мужем. И мечтала нести пирожки бабушке через лес. Ужас, конечно. Капай, девочка, пай, пай, супер, пай. Вы встретились с молодым человеком, почти сразу решили жить вместе. Ну, я поняла для себя, что вот первый раз у меня вот так вот... Вот смотрите, он вам предложил жить у своих родителей. Да. Но когда ваш отчим узнал об этом, он предоставил свою квартиру? Да. Для вас? Да. А почему молодой человек вдруг стал упираться-то? Это же здорово, послушайте. Ну, потому что квартира находилась... У кого-то не одной, а вам тут сразу, видите... Ну, к сожалению, квартира находилась в Подольске, как бы вот отчима. А мой молодой человек, он был не любитель ездить долго, тратить время на дорогу. Вот. Ну, хорошо, он пригласил к себе жить. Это тоже, кстати, о очень многом говорит. Редко кто из мужчин предлагает так скоро переехать к своим родителям. Ты перебарщиваешь. Она, короче, ботан, затюканный в детстве, скорее всего. Познакомил с своими родителями. Познакомил. И вы решили, что не понравились его маме? Да. А какие козни она строила? Как вы поняли, что вы ей не нравитесь? Ну, сначала, наверное, было сложно увидеть вторую хозяйку на кухне. И вообще, в принципе, она считала, что вы плохо моете посуду, да? Ну, что я не там сковородку не так поставила. Если она поставила горячую сковородку на стол, лакированный какой-нибудь, то, естественно, она будет ее ругать. Да дело было не в сковородке в этой. А дело в том, что она вам могла взять и сказать, странно, что она обратила на тебя внимание. Ему всегда нравились патологически худые женщины, модельной внешности. И что он в тебе нашел? То есть она просто вела себя по отношению к вам по-хамски. Я другого не могу определения найти. Да? А вы жаловались своему парню? Я не тот человек, который будет жаловаться. Послушайте, вы не тот человек, у которого с ней нет отношений. Не тот человек, который будет жаловаться. А какой вы человек? Я искренне. Я делаю глупые, потому что нужно говорить своему молодому человеку. Нужно разговаривать. Если вас обижают, даже если это мать вашего возлюбленного, нужно говорить, вы причиняете мне боль. Я не сослуживаю этого. Если, правда, я не так помыла посуду, я с удовольствием перемою. Ну, пожалуйста, говорите со мной уважительно. Ну, как-то нужно, ребят, за себя защищать. И вот когда вам все это надоело, вы решили от него уйти? Не совсем так. Я решила уйти не потому, что мне все это надоело, а потому что я поняла, что человек меня не любит. Ты смотрела, она такая же нудная, как ты, как и он. Может, они... Ну, кстати, может, на этом они и сойдутся. Они оба нудные. Будут сидеть и играть в игру «Перенуди меня». «Перенуди меня». А вас не насторажило? Ведь вам и мама говорила, что он там травку покуривает, да? И что у него даже были проблемы с органами, потому что он распространял... Я не знала об этом сначала. Нет, а когда уже узнали? Я уже любила. Дорогие девочки, если вы почувствовали, что в ваших парнях, то есть в их поведении нет никакой логики, бегите от них. А если еще знаете, что они покуривают или понюхивают, не берите на себя ответственность, не пытайтесь их исправить, потому что, слава богу, если вас не втянут в это. А вы пишете, да? Пишу. Так, о чем пишете? Это, сразу скажу, это не роман, а такое психологическое... Я хочу в этой книге раскрыть современное общество, все пороки и наоборот. То есть... Зачем? Достоевский это уже сделал? Я очень люблю Достоевский. За вас давно. Абсолютно все современное, про пороки тем более. Нет, не в этом плане. Не такие пороки, о которых вы подумали. Я наоборот хочу написать книгу, которая раскроет эти пороки, но пока же, что есть, еще что-то осталось. Ну вы-то откуда знаете? Это надо прожить эти пороки. Значит, они у вас есть? Нет, почему? Я же наблюдательная. Ну вы же книгу должна научить. Ну хочется человеку писать. Скажите, пожалуйста. Пусть пишет. Дашенька, молодец. Вам всего 23 года, поэтому вы себя ищите. Значит, вы будущая журналистка. Вы сейчас заканчиваете... Я уже закончила. Институт журналистики, литературного творчества, на военного корреспондента. Правильно ли я понимаю, что горячие точки вас ждут, если что? Я хотела бы. Смотрите, мне Александра жалко. Он такой грустный такой. Ладно, такой, когда закончится, это хочу видеть Алису снова. Когда я пойду к Алисе. Даш, скажите мне, пожалуйста, вот я вся из комплексов и фобий. Вся абсолютно. Ну, в моей профессии это мне скорее помогает. А вам? Вот у вас есть какие-то комплексы, которые вам мешают жить? Да. Какие? Мне кажется, что я не умею себя оценить по достоинству. Не умеете ценить себя по достоинству? То есть... Ну, этому можно научиться? Да? Это нам мужчины только повышают или занижают нашу самооценку? Не, ну, мне кажется, у него она очень такая, ну, прям вообще такая тихая, через что-то, такая негометная. Хотя я скажу, он сам человек скучный, он выбрал себе скучную профессию. Даша, покажите, пожалуйста, сюрприз, который вы приготовили для Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто думаю, зачем выходить петь, если ты не умеешь петь. По расчёту нужно замуж, по расчёту выходи. А я не хочу, не хочу по расчёту, а я полюбви, полюбви хочу. Свободу, свободу, не дайте свободу, я птицею высу лечу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам 23 года, вы молодая девчонка, у вас очень приятная внешность, у вас неправильный прикус, срочно исправлять. Ничего, весь мир ходит с брекетами, у меня оба ребёнка, это нормально, иначе вас комплексы сожрут, иначе это вам испортит жизнь. Намекает мягко, что ей нужно заняться собой. Да, да, да. Спасибо, девчонки, проходите в своей комнате. Ну что, Даш, как тебе? Как тебе, Александр? Он всё время молчал. Скромнее, домашнее, как Саша скажет, так она и сделает. То есть, я бы даже подумал, что она безвольная, что ли, как бы... Это вам так кажется? Как-то так. Ну, на самом деле, я не согласен с тобой. Она не совсем открыта, как себя подаёт, на самом деле. Мягко стелет, называется. Да. Всё будет по её упрямо. Это очевидно. Она упрямая, видно, считывается всё. Что вы скажете? Не знаю, мне не понравилось. Почему? Не его это человек, не его типаж девушки. В характере что-то насторожило? Как-то, не знаю, получилось у неё с... в предыдущих отношениях. А вы что думаете, что было миллион предложений пожить, повстречаться? Девчонкам трудно сегодня найти себе молодого человека? Очень трудно. Не каждый позовёт пожить. Ну, на самом деле... Попался подонок, наркоман. Мне известно тоже, с какой целью она за него зацепилась именно за такого. Понятно? Другого не было. Другого не было. А годы идут. Почему? Вам ещё раз сказать. Потому что шприку нужно менять. Не расстраивайся. Вы вообще интересные. Так, вы расстраиваете. Вы здесь посидите, пообщите. Я сейчас приеду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, 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 можно к вам? Можно к Дашке подсяду? Дашенька, чего так? Ну, мы зато чего? Слёзы. Почему? Скажи мне, пожалуйста. Что такое? Ну, расскажи, посмотри на меня. Почему? Плачем. Боишься брекеты стоять? Больно. Боят всем больно. Все носили. Нет, я просто считаю, что это моя изюминка. Я носила кое-стенки делать-то. Да нифига это никакая не изюминка. Как не изюминка, мой лишний вес. Послушай, вот я такой жиртрест, понимаешь, моя изюминка. Все худые, а я буду ходить такой. Нет, это наша распущенность. Наша лень. Недостатки нужно исправлять. Сегодня медицина способна на всё. Я не то, что не хотела тебя обидеть. Ну, что ты, дорогая, наоборот. Потом ещё спасибо скажешь. Хорошо? Парням нравится. Характер нравится. Всё, много вопросов, но пойду послушаю, что они ещё говорят. Ладно? Хорошо. Перестань. А вы запомните. Я не буду сейчас говорить, ой, простите меня, пожалуйста, я допустила бестактность. Я ей более скажу. Нет, с этим всё хорошо. Про вот этот уже скажу. Хорошо. Посмотри, какая фигура. Надо всё исправлять. Пока. И хоры слёзы лить. Ну, до чего договорились. А мы тебя ждали. Тебя ждали. Ну, что там? Молодая, хорошая девчонка. Всё ранит, всё обижает. Сложно всё. Что там звёзды? Хорошая жена для военного или госслужащего. Я думаю, её мужчина будет, скорее всего, либо из органов, либо чиновник какого-то уровня, либо военный. Ну, врач ещё может быть. Вот мужчина этих профессий, это такой правильный для неё тип мужчин. Ей нужен менее метущийся, более выдержанный, более спокойный и простой. Хорошая девушка. Ну, что, парни, жарко было сегодня у нас на программе? Очень жарко. Достаточно. Ну, есть из кого выбрать зато. Есть. Кого советуете? Я думаю, что Александру нужна Александра. А вы что скажете? Да я так же, того же мнения, что Александра бы достаточно подошла ему. О-о-о! Я просто друзьям понравилась. А как же слово то, что она пустышка? Ну, не пустышка, он не так вырезился. Немножко не сказала, ну ладно. Кроме внешности, ничего ему не понравилось тебе. Ой, молодёжь. Любовь и брак, они как бы должны вроде как быть вместе, но на самом деле они в параллели. Потому что любовь это больше страсти, а брак это ответственность. Поэтому жену надо брать не только потому, что нравится, инстинкты там бурлят, а ещё на будущее. Вот если на будущее, то Алиса. А там всё остальное приложишь. Ты не она, смотрите, красотка. Как тебе вообще, парень? Парень очень классный. От него энергия такая позитивная, прям реально очень хорошая. Прям понравился. Если он зайдёт в сель, ты к нему выйдешь? Я думаю, да. Ну, мне как-то затруднительно. Я понимаю, что верой и правдой вам будет служить Дарья. Вот уж кого вы можете спокойно оставлять и уезжать на сборы, или куда там вам нужно будет. Вот всегда будет ждать Дарья, понимаете. В Алисе и в Александре очень-очень сомневаюсь. Да, Даша позитает до последнего. Александр очень-очень сомневаюсь. Да, чтобы ждать до последнего. Да. Ну, Роза сказала, что любовь и брак – это две параллельные прямые, которые не пересекаются. Нет, нет, я сказала не то, что не пересекаются. Ну да, не пересекаются. Ну, не пересекаются, да. Я хочу сказать, что это только в евклидовой геометрии параллельные прямые не пересекаются. А есть другие пространства, в которых могут пересечься. Я верю в то, что все-таки любовь с браком вместе возможна, и только так счастливый вариант может быть. А я считаю только. Конечно, только так. Александра – та девушка, которую вам стоило бы выбрать по типу. Это правда. Вот я не уверена только в одном. Насколько после своего прибалтийского киприота горячего она будет готова к вашему спокойствию? Но все равно, если выбирать, то ее, конечно. Ну, зато Сашка не уйдет. За ним это точно. Не отдадим. Не прошел он фейс-контрольный. Не прошел. На жесткий отбор, да. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Юрий, 37 лет, номер 2791. Руководитель структурного подразделения в посольстве. Ищет стройную высокую девушку, которая желает любить и быть любимой. Яна, 32 года, номер 2790. Предприниматель мечтает встретить доброго, верного, уверенного в себе мужчину, с которым создаст крепкую семью и родит троих детей. Мы не знаем, выйдет Александр Адин или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте его поддержим. Я знала, что ты меня выберешь. Ты меня очень очаровала. У меня просто нету слов, на самом деле, передать свои эмоции. У нас есть пара Александра и Алиса. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именинг героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Все было очень красиво. Он мне делал предложение на одном колене, руки и сердце. Когда у всех парней текут слюни рядом сидячих, я чувствую себя комфортно. Я бы тоже этому человеку изменяла и не один раз. Она моя сестра, я ее люблю. Он мой друг, я его тоже люблю. Слышь, ты прыщ, ты женись сначала на моей дочери, а потом будешь рассусоливать здесь, да? Пока они нас хотят, у нас сила в руках. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.